Меня зовут Владимир Асамов. Я главный редактор нового издания международного фотографического журнала «Зум» и редактор нашего российского журнала «Фотографические путешествия» «Фотопрэм». Кризис был, скажем так, самым благоприятным временем для развития журнальной прессы вообще. И для нас, как для специализированных фотографических изданий, тоже были определенные сложности. Однако сейчас вместе с общим подъемом, который мы все-таки видим своими глазами, не побоюсь признать тот факт, что журналы наши существуют все лучше и лучше. Скажите, а кто отбирает и вообще как происходит отбор героев на странице ваших изданий? Два журнала, которые мы издаем, очень сильно отличаются по концепции. Русские издания международного журнала «Зум», скажем так, от нашей русской редакции, мало зависят на выбор портфолио основной части, потому что оно, выбор осуществляется нашей штаб-квартирой в Милане, в Италии. Мы, в свою очередь, подбираем порядка четверти-третье объема журнала, портфолио наших фотографов-мастеров, чтобы они по возможности соответствовали стилю изданий. В журнале же «Фотографический путешествий» основная часть издания – это иллюстрованные репортажи из путешествий, снятые самыми обыкновенными людьми, не являющимися, как правило, профессиональными фотографами. У нас готовится целый ряд проектов. Во-первых, от нашего журнала регулярно проводятся фотографические путешествия фотофоры, и сейчас произошел, скажем так, этап накопления собранной фотофоры, информации и иллюстративного ряда. И вот мы сейчас определенно слимируем и обязательно сделаем более подробную публикацию поэтов. Кроме того, в декабре журнал «Фототревел» и вообще весь наш издательский дом будет проводить уже второй фестиваль фотографических путешествий под таким же, соответственно, названием «Фототревел-2010». По крайней мере, в магазинах издательства «Питер», публикующего в том числе большое количество интересных фотографических книг, в том числе и авторство главного редактора журнала «Фототревел» Александра Александровича Ефремова, моего товарища по борьбе и коллеги, в магазинах этого издательства всегда можно приобрести наши журналы. В фотоярмарке стенд всеми любимого, особенно нами, журнала «Фото-видео» и его главный редактор Владимир Несгуромный. Владимир, пожалуйста, скажите, может быть, какие-то есть еще более интересные идеи развития? Вообще, как вы живете там у себя в Москве? Расскажите. Может, в Москве замечательно. В Москве мы живем хорошо, но главный день очень любит приезжать, особенно на сентябре, если не говорится о главном. Главный день у вас, каковы, что-то грузозные, большие, но ничего как-то я не скажу, потому что каждый номер должен быть в своем призме для читателя. Каждый раз читатель должен ожидать что-то необычное. Это понятно тогда. Скажите, а кризис как вы пережили? Вообще нормально? Тираж не упал? Кризис, конечно, переживание тоже очень тяжело было. Не просто, но мы его пережили. Самое главное стяжение заключается в том, что журнал продолжает, продолжает, продолжает выходить. У нас немножко начался объем журнала. Вот с данного времени, начиная с прошлого года, должна возрастать. Российская фотография, она, естественно, отличается от мировой фотографии, от европейской. То есть у нас будет особым информациям, которые не очень так. Конечно же, поскольку мы долго жили в СССР, они уже находятся для отъезжающего мира. Сейчас происходит процесс информации российской фотографии и российских фотографов в мировую фотографию. Можно говорить о том, что у нас появляется интересный мир, но на мой взгляд, к сожалению, он все-таки полноцарвестится от того, чтобы выезжать за пределы России и участвовать в мировой фотографии за это пределы. То есть много российских фотографов, которые как машины работают с рубежом, они останутся российскими, но, к сожалению, станут в нашей стране. Существуют разные рубрики, у нас участвует адрес электронной почты, и любой фотограф, он может написать нам обычно по электронной почте, и он получит адекватно какой-то ответ. Мы рассматриваем все, как бы, попрощения, мы рассматриваем все работы, и невероятно так и бывает, когда нам напишет фотограф, показывает свои работы, и после этого происходит коммуникация. То есть мы не являемся каким-то закрытым журналом, который публикует только своих каких-то людей. То есть это правда. Самый простой вариант попасть в нашу страницу – участвовать в читательском конкурсе. То же самое. Вы присылаете за работу, вы подтверждаете, и вы получаете публикацию. Это журнал, не коммуникация, это журнал для читателей, журнал для фотографов. Я знаю, что любители и профессионалы очень большой симпатией относятся к фирмикатам. Скажите, пожалуйста, а вы собираете ли мнение фотографов, профессионалов при создании дизайна вашей продукции? Это очень просто. Мы учитываем те камеры, которые они используют, и все необходимые аксессуары, которые им тоже нужны при съемке. Соответственно, наша компания на это делает очень большую ставку. Для нас потребитель, и то, что ему нужно, это главное при создании наших сумок. И с любым абсолютно пользователем наших сумок мы тоже можем контактировать в отношении нашей пятилетней гарантии на все наши сумки, и официальной гарантии, да, и вплоть до того, что мы даже расширяем гарантию и делаем ее пожизненной для покупателей, если они фиксируют свою покупку на нашем сайте. На фотоярборке очень активно представлен стенд Sony. И мы хотим задать вопрос Табасаранскому Руфату, который является продакт-менеджером этой компании. Руфат, скажите, пожалуйста, ваша компания, как правило, всегда что-то новенькое и интересненькое представляет каждый год. Что сейчас? Ну, добрый день, потому что мы рады вас приветствовать на нашем стенде. У нас, как всегда, новинки есть, и они есть во всех трех продуктовых категориях, которые здесь представлены. Это FendiCam, видеокамеры, альфа, зеркальные, фотокамеры и Cybershop. Начнем, наверное, с видеокамер. Вот эта камера NEX VJ10, она вот здесь прикована. Это наша самая последняя камера. Ее отличительными способностями, отличительными характеристиками является сменная оптика от Alpha NEX и размер матрицы APS-C. Вот эта камера, мы надеемся, что она очень будет широко востребована у тех людей, которые хотят более продвинуть и заниматься видеосъемкой. Также хотелось бы упомянуть в рассказе вот эту замечательную камеру. Это альфа с полупрозрачным зеркалом. То есть, если раньше очень ограничена была съемка с высокой частотой возможности ухода зеркала, здесь это проблема тщина. Эта камера снимает 7 кадров в секунду, как и гораздо более дорогие аналоги. И, наконец, самые наши малыши, но тем не менее, не менее технологически продвинутые. Это камеры Cybershot WX5 и TX9. Эти камеры отличаются тем, что они умеют снимать панорамные снимки. И эти панорамные снимки объемные, 3D. На данный момент эти устройства являются самыми дешевыми устройствами на рынке для создания своего 3D-контента. Также хотелось бы упомянуть, что в этих камерах используется наша уникальная разработка, матрица CMOS XMURAR, которая также присутствует во всех предыдущих наших продуктах, которые я вам рассказывал сегодня. Компания Canon очень активно принимает участие в фотоярмарке. И мы решили узнать, чем в этом году компания может удивить нас, а может быть даже и суперудивить. В этом году мы привозили наши новые компактные камеры, которые оснащены реализационной технологией HS System, которую мы представляем в четырех моделях. Это, в первую очередь, два аппарата Иксус серии. Это Иксус 300HS и Иксус 1000HS. А также две модели PowerShot. Это PowerShot S95 и PowerShot G12. В этих моделях представлена как раз вот эта технология HS System, которая представляет из себя новую матрицу высокой чувствительности к свету с разрешением 10 Мп, а также передовой алгоритм шумоподавления матрицы, ну и процессора DIGIT-4. И все вместе это дает нам возможность получать качественные фотографии с минимальным уровнем шума в различных условиях освещенности. Помимо всего этого, в двух моделях PowerShot S95 и G12 мы представляем наш новый гибридный оптический стернизатор изображения, который позволяет нам компенсировать не только угловые колебания, но и вертикальные смещения, которые вызваны обычно при съемке в режиме макро близко расположенных объектов. Ну, чаще всего для того, чтобы изначально была компенсация именно вертикальных смещений, использовались моноподы или триподы. Сейчас наш новый стернизатор изображения, который был в прошлом году анонсирован компанией Canon и реализован в объективе EF100 макро, пришел к нам уже в сегмент компактных камер нашей топовой модели G12 и S95. Также характерной особенностью хотел бы назвать наличие особого типа стабилизации в режиме видеосъемки. Компания Canon очень много внимания уделяет не только качеству фотоснимков в наших компактных моделях камер, но и в режиме видеосъемки. Соответственно, в этом режиме наш новый динамический оптический стабилизатор позволяет компенсировать колебания, которые вызваны съемкой с рук во время ходьбы оператором. Поэтому наши новые модели все оснащены вот таким вот типом стабилизации модели второго полугода 2010 года. А помимо всего прочего, эти модели позволяют нам снимать видео со стереозвуком и в режиме видеозаписи работает оптическое увлечение, оптический звук. Потому что сама я увлекаюсь вот такой вот аппаратурой, но совершенно невозможно было пройти мимо стенда, где представлены вот такие вот малипусенькие, гламурненькие, миленькие камерки, которых просто даже хочется съесть. И мне захотелось задать вопрос генеральному директору этой компании Юрию Акимову. Что же из себя представляет вот такое фотооборудование? Для тех, кто хотел бы иметь некий красивый девайс, потому что просто цифровых камер или цифровых фотоаппаратов или любых других устройств достаточно много сейчас на рынке. Поэтому мы постарались сделать линейку с интересными дизайновыми решениями, где каждый мог бы найти то, что ему подходит. Ход для того, чтобы подобрать камеру, предложим, к сумочке или к какой-то бижутерии или к определенному мероприятию, вечернему или и так далее, и так далее. Читление много, масса народу, техника представлена, фотографии посмотрели. Вот интересного много, как обычно на этой выставке. Меня зовут Наталья Резвова. Вы увлекаетесь фотографией или вы профессионал? Я увлекаюсь фотографией. А вот рядом с вами молодой человек с мужчиной. Он тоже увлекается фотографией? Покриченник, а ваше впечатление? Выставка понравилась. Выставка великолепная. Я бываю здесь каждый год, если получается. Мне очень все нравится. Все профессионально, объясняется грамотно. Я занимаюсь фотографией, поэтому меня это очень интересует. Я постоянно посещаю эти выставки. Единственное, что в этом году немножко так, более... Не такой размах, как в прошлом году. В прошлом году больше было стенда. Более интересно было, чем в этом году. Вообще, в целом, да, выставка очень интересная. Очень много мастер-классов проходит. Много тем затрагивается. Интересно всем. И не профессионалам, а не профессионалам. Интересного, конечно же, много, потому что наработки технологические, которые представят компании Sony, Pentax, его, наверное, повторился за Sony, они представляют собой и явный интерес для не только любителей, но и для профессионалов. Поэтому я думаю, что выставка имеет обоюдный интерес как для потребителей, так и для индустрии фотографии вообще. Что отличает эту выставку от предыдущих, потому что мы не один раз уже здесь были. Наверное, все-таки сейчас стал оказываться кризис. Если в прошлом году о нем больше говорили, но его фактически не ощущалось, то сейчас все-таки хотелось бы видеть непосредственно представителей Fuji, непосредственно представителей Olympus, чего здесь мы не наблюдали. Но сегодня это, к сожалению, так. То есть, видимо, рынок диктует свои условия. Скажите, пожалуйста, с каким настроением вы выходите с выставки? Что вам понравилось? Может быть, что-то не понравилось? И что нового вы увидели? Отличное настроение. Вот среднеформатная камера Pentax 645D очень понравилась, очень хорошая вещь.